привет друзья привет 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 слушай сейчас я свет поставлю а вы пока посмотрите на эту картину я там комментов она ставили по моей просьбе чтобы они там конкурс объявили на лучшее название и закончена ли эта картина или еще нет это благодарность моя им за творческое сотрудничество вот смотрите там комменты разные все зависит от восприятия кто-то там написал в фейсбуке у меня вконтакте написали наверно это в ожидании любви да может быть может быть в ожидании людей или в ожидании любимой да может быть это играет на пианино кто-то заметил да а кто-то написала это удивительно маникюр на маникюр на спасение образа вот такое его с какой стороны посмотри с какой точки зрения то и увидишь точно так же с моими книгами вот мне сейчас звонила из болгарии она говорит вот это показала еще три такие другие но с другими обложками и там другие мои книжки в издательстве хомофутурус который подарил софии мои друзья я всем передаю привет и вот значит она говорит что у меня знакомые там научил меня обратить на вас внимание потому что он сам в америке живет он там читал книгу у вас на английском языке который издана была в англии и он не полностью понял но уже мне посоветовал в психоаналитику мне посоветовал вот я вам привет передаю и саму суть я скажу что такое ключ потому что он то не знает русского языка то там вот переводчики по-разному переводят то же самое происходит у меня тоже вот у меня много учеников по миру есть такие ученики которые вместо чтобы суть суть метода ключ заключается в том чтобы выйти самим собой на психо биорезонанс когда снимается стресс автоматически с помощью этих приемов и там вектор внимания такой что надо во время их выполнения вот это важно вектор внимания тоже быть направлен не на качество выполняемых упражнений не на то как стоять как сидеть как руку держать как дышать как других методах а на том о чем вы думаете что у вас гложет что вас тревожит в частный звонят из белоруссии я белоруссии привет передаю и украине привет и у нас везде друзья и вот значит звонят и говорят тут у нас есть люди пострадавшие ну конечно же во всем мире это происходит по разным причинам я совсем хочу всем хочу сейчас показать методику с простыми объяснения там если разгрузка вот смотрите вот пострадавший человек для пострадавших вектор внимания еще раз повторяю переживаешь переживай а не думай как правильно делать упражнения эти упражнения они инструменты многоцелевого назначения их просто ты подключаешь думая о чем думается ну так ты делаешь и инстинктивно всегда но ты когда думаешь о чем думается ты когда нервничаешь ты хочешь туда-сюда по комнате да качаешь ногу и пальцами стучишь это инстинктивные действия я просто увидел эти инстинктивные действия и тебе предлагаю в виде упражнений то есть это делаешь теперь осознанно ну например там есть короткая короткая доза это такие короткие упражнения вот сейчас все кто пострадал там но я именно вот так вот помогал и после майдана помогал по интернету кто ко мне обращался там группы целы и после кемеровской там керчном я проводил бесплатно или без по интернету вот есть короткие короткие вот сейчас здесь проведу короткие это например хлест руками по спине свободно бросай не надо думать как правильно делать а думаешь о чем думаешь но ты хочешь другом сриться нервничаешь как как у тебя получится но ты переживай и делай здесь одновременно верхушки сходятся расходятся получается больше кислорода клетки мозга поступает одновременно идет шейно-грудная разгрузка а ты заодно можешь еще точечки помассировать нашел болевую точку вот здесь вот например вот у меня здесь я взял помассирую да я заметил что у меня иногда здесь болит и поэтому я два-три раза в день по полминутки массирую те точки которые я нашел у себя но один вечерок посиди там поищи точки какие у тебя наиболее чувствительные и два-три раза в день по полминутки и помассируют короче есть доза короткие упражнения лыжник можешь так делать можешь так делать как тебе нравится когда руки бросаешь пятки поднимаешь а можно оборот руки бросать вверх пятки поднимать но думаешь о чем думаете переживаешь переживай это важно вектор внимание вот у меня же по всему миру ученики вот есть некоторые ученики которые ну то ли из-за тупости извините разные ученики бывают двоечники пятерочники разные то ли за характера то ли не вникли то ли потому что интернетовские требования такие вот это самое главное не говорили а выдавали по частям и запутали людей потом мне два-три года приходится ему объяснять заново все распутывать вектор внимания направлен не на качество выполняемых упражнений как в йоге в цигуне тайчи и так далее там ты разучишь упражнения там качество важно а здесь вектор внимания направлен на то что тебя волнует потому что не можешь если ты арестантом был тебя били там допустим ты вышел допустим у тебя такое состояние ужаса да или твоя жена или твоя сестра или мать они в ужасе находятся я примеры привожу безотносительно так вот как же он будет думать куда направить внимание того что с ума сошли у него там кипит все у него там и этот пар надо выпустить поэтому вектор внимания направлен на том о чем думает поэтому берете сейчас и те упражнения которые можете дольше делать те же коротенькие это как бы 50 грамм для храбрости потому что мы дарфин качается а это подольше можете делать это доза дольше делаете уже бутылка получается но также в жизни когда стресс берешь бутылку и пьешь а здесь без бутылки потому что у тебя все есть в организме есть аптека и когда ты делаешь повторяемые движения они автоматически снимают напряжение запомните вот допустим ты пострадавший от любого стресса любого может экзамене сдал или там девушка поссорился неважно берешь вот так сейчас и делаешь и думаешь о своем плакать хочется плачь такого нигде в мире нету понимаешь это метод ключ почему он идет по всему миру потому что ничего искусственного делать не надо надо просто надо делать то что ты делаешь что тебе хочется делать надо просто слышать себя ты наконец сейчас начинаешь слышать прислушивайся что тебе хочется делать хочется вот так делать или может быть там есть у нас как у толстого когда косил траву лук косил упражнение косить траву эта модель все ключевые приемы моделирование того что ты в жизни делаешь инстинктивно только сейчас ты делаешь это осознанно виде упражнения но думаешь о чем думается и там левит когда косилку лук толстой пишет что он иногда входил такое состояние счастья напряжение падал а человек по правде хороший как ребенок поэтому вы дети чисты как ангелы ты тоже сейчас чисты как ангел да потому что стресс снимается и обнажается твоя человеческая ангельская сущность это же по природе то ну решил бог создать человека по своему образу и подобию бог человек это творчество ты творец у тебя и аптека ты режиссер и актер ты все у тебя все есть поэтому переживай вот я сейчас помогаю ты пострадал давай берем так просто делаешь работа как дети будьте как дети и спасетесь как написано делаешь и думаешь о своем думаешь и своем плакать хочется плачь дверь закрой чтобы соседи не ругать или там домашние не подумали что ты уже того я шутник не обращаю внимание но это когда так делаешь мысли текут получается синхронизация между психическими и физиологическими процессами согласования гармония между умом и телом происходит напряжение падить и ты думал о плохом о плохом выпускал пару выпускал пару выпускал пар в какой-то момент тебе все пофигу становится это уже не 50 грамм для храбости а бутылка условно говоря да и вот и так выходишь себе все пофигу плакать хочется плачь хочешь стани вот так бы и стани вот так стани хочешь выговариваться выговаривайся ругайся хочешь побить кого-то да бейте там елда бейки да так ты и делаешь когда ты не начнешь и берешь это бросаешь конечно выпускать пар но осознанно видео упражнение несколько раз в день ты пользуюсь два-три дня ты себя не узнаешь у тебя бы такое состояние ну как вот ну ну такая легкость такая кого-то груз плеч упал наконец дыхание становится нормальным нос дышит нормально особенно если двадцать раз в день по полминутки будешь точки без массировать шиацу так сказать это же не я придумал тысячи лет шиацу а я придумал вот это неосознанность директор внимания это я придумал и подбор приемов путем перебора например может делать вот так воображать что ты слышишь музыку и дирижировать дирижировать куда может делать переменяться ноги на ногу как тебе удобнее то есть ищи что у тебя легче что тебе комфортнее потом не тетенька написала может быть такое что я после вашего хлеста давление у меня поднялось там выясняем оказывается у него здесь протрузии всем говорю у кого проблемы шеи руку выше головы вот так вот чтоб чемодан на полку класть не надо нельзя вам тяжести носить чтобы плечо отвисало от сумки нельзя вам прежде вы там все больше больше деформируете и упражнение любые йоговские там тайцзи цюань там тайчи там ну какие угодно не делайте которые вас напрягают а ищите из всех упражнений именно те которые вам проще легче где вы можете их дольше повторять или когда вы думаете об образе например у нас два входа ты повторяемое движение тебя снимает напряжение или идея рефлекторные приемы ты думаешь о том что рука всплывает и рефлекс на это управляемые рефлексы новое явление в науке я придумал управляемый рефлекс такого раньше не было что рефлекс это автоматизм а управляемый автоматизм поэтому я идиомоторные приемы назвал идея рефлекторные прошу объяснил механизм ну ладно не буду сейчас о науке а науке я хочу сказать а вы продолжаете переменайтесь ноги на ногу если хотите плавайте если хотите повторяем и действия кто-то когда плавает входит в ритм главное войти в ритм кто-то когда бегает ходит в ритм так я вам дарю целый стадион никуда не ходи когда дождь идет или снег или на лыжах ходить не можешь то мы у себя берешь и моделируешь просто делаешь вот так оказывается без всякой воды это же ключевые действия если ты будешь делать то что тебе помогает бассейне забыться и плыть бесконечно ты можешь думать и делать и это окажется твой прием а кому-то было стену а кому-то игра на барабане а кому-то крутить холохоб кому-то танцевать давайте прямо так без музыки без танцплощадки прямо делай что тебе нравится будьте как дети и спасетесь так написано делайте все повторяйте движение вектор внимания переживаешь перерывай выпускай пар больно тебе обидели или что еще выпускай пар чё ты его нос себе ты один чистом поле никто тебя не видит бери это твои упражнение и вот принцип подбора путем перебора когда ты ищешь именно то что тебе приятнее легче делать без всякого насилия над собой такого никогда тебя не учили это просто так просто поэтому в голову не приходил просто делай то что делается думая чем думается соединяешь две свободы свободу сознания свободы тела наступает гармония снимается стресс и включаются твои ресурсы позитивный твой потенциал здоровье и ты хороший человек по природе да когда снимаешь стресс и снимается агрессия ты становишься нормальным человеком ты начинаешь видеть мир лучше понимать лучше взгляд у тебя становится без черных или розовых очков ты становишься более объективный да ты начинаешь понимать как тебе что надо делать и находишь с людьми общий язык у тебя расширяется круг общения ты становишься более естественный они искусственно придуманы потому что когда ты ходишь чужой роли это как узкий сапог а герценчук говорил свобода свобода покажет вам свободу возрасту своего сапога но когда за бог натирает какая свобода поэтому когда вы пытаетесь быть свободными а лечиться можно только свободе а как здесь быть свободным а вы перебирая разные варианты находите свою это при школе у меня же много-много миллионов там людей которые по телевизору меня смотрели книги в разных странах читают и так далее очень много большая аудитория и каждый по-своему воспринимает как эту картину один видит что маникюр другой видит что это мужчина третий видит что это поэт и третий четвертый видит что это женишь любимого там же тоже в книжках и я вам сейчас по этому говорю как проще понять что такое ключ и почему он идет триумфально по всему миру ничего особенного делать не надо вы думаете о чем думаете делайте как делается пару выпускаете и потом у вас плохие мышцы уходят появляется безразличие ко всему ну такое позитивное ноль называется нулевое состояние когда тебе все пофигу мысли текут а тебе все пофигу и потом раз отмежнуться через этот но на плюс получается естественным образом да если ты будешь соединять это с йогой с холотропным дыханием с расстановками с хеленгером ну с кем все вы хотите с медитации с их анализом с автописьмом что хотите с любовь и с культурой эти элементы будете соединять это синхронизирующие упражнения синхронизирующие то есть то что вы делаете синхронно вашему состоянию как мать подбирает при этом ребенку то же самое здесь думаю о чем думается делать как делается у тебя наступает состояние внутренней свободы ну сколько надо делать это покороче упражнение там смотрите синхрогимнастика по методу ключ то ли российском учебнике по физкультуре на 10-11 класс профессора матвеева остальная часть ключа она еще не в учебнике но она минздравом утверждено еще девяносто восемь седьмом году именно образованием было рекомендовано такие вещи классические которые надо знать особенно психологом как же не за что такой метод ну да но есть такие люди которые брали по своему упрямству или по недопониманию отбросали всех назад потому что они не говорили о том что вектор внимания должен быть том о чем думается и люди делали это как физкультуру вот я смотрю синхрогимнастика в интернете десятки людей и делать каждой своей манере это пожалуйста каждой своей манере пожалуйста но они не говорят об этом и поры же превращается это синхрогимнастика в обычную гимнастику а что обычная гимнастика в миллион методов поэтому и странно а это синхрогимнастика то есть это синхрометод поэтому английская книжка моя которая называется синхрометод а так называется метод саморегуляции ключ делаешь хочешь ноги на ногу переминающие ну что тебе проще хочешь вот так вот стонать хочешь стони плакать хочешь плачь делай доза важная доза есть 50 грамм для храбрости это полминуты минуты упражнения для раскрепощения перед экзаменом перед выступлением перед боем перед переговорами а есть дольше это доза об этих вещах нигде не в каких методах нету это только методик ночь доза дольше делаешь это уже не 50 грамм получается это больше эндорфина включается это уже бутылка и ты сидишь и тебе все пофигу и и вот тут взгляд надо чтобы рассеяние мысли на самотек хочешь покачиваться покачивайся главный натерит резонанс психобиорезонанс ты вышел на состояние когда тиши пофигу и тут ты начинаешь вот это и самоидентификации тут и начинаешь чувствовать что и как тебе надо делать как жить как выбор свой строить жизнь лучше понимаешь как мир устроен целостная картина мира проще выстраивается потому что чтобы быть без розовых очков и черных очков и смотреть на мир объективно они субъективно под какими-то эмоциями поэтому надо быть спокойным поэтому говорят что мудрость равновесие да вот как получить эту нирвана вот так как я рассказываю хотите использовать для медитации хотите для йоги соединяйтесь упражнениями с этим на хотите всем хотите соединять или эффект у всех методов начнет повышаться да вот пока я говорил кто-то попробовал вот так я помогал после теракта в разных городах оказывается можно и по интернету после Майдана я помогал по интернету там Кемерово Керчи еще где-то ко мне обращаюсь перед лучей я всем желаю здоровья и счастья я не просто желаю я действительно вам помогаю вы можете стать здоровым и счастливым несмотря ни на какие обстоятельства потому что я вам показываю на чем на самом деле универсальный метод ключ состоит это подбор индивидуальных упражнений синхронных твоему индивидуальному текущему состоянию в тот момент когда ты их делаешь и у тебя возникает гармония с собой и с миром да психобиорезонанс это потрясающая вещь взрывной эффект распрощения и для актера и писателя и штангиста и шахматиста и для арестанта бывшего которого незаслуженно может быть обидели ну а может быть и заслуженно я же врач я ко всем людям отношусь одинаково а именно хочу чтобы все были здоровы и любили друг друга чтобы войны было меньше и кризисов меньше и я добьюсь этого потому что наша школа а я выступает лица нашей школы сегодня человек будущего хого футурус работает на это чтобы было меньше кризисов и войн и чтобы люди были здоровыми и счастливыми самое главное чтобы не было творческое долголетие до встречи друзья а это посмотрите дайте своим друзьям и в минске и в киеве и где хотите в одессе чикаго везде у нас есть дайте распространить это фейсбуках контакта в группах своих пусть возьмут это видео чтобы понимали что вектор внимания должен быть другой это не просто физкультура до встречи друзья до свидания